В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом, задержанного коноплю выращивал исключительно для личного употребления. Имеющаяся у нас информация говорит о том, что он выращивал не только для собственного употребления, но и для сбыта. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по двум статьям. 228-я – это хранение наркотиков, и 231-я – это культивирование наркосодержащих растений. О собачьей трагедии, которая разыгралась в микрорайоне, крутые ключи и взволновала весь город. Самарец запер в квартире двух крупных собак и уехал на несколько недель в неизвестном направлении. В итоге одна из собак не выдержала голодной пытки. Наш корреспондент подробнее. Ты молодец, хороший, хороший ты мой, хороший. Чудом выживший пес по кличке Корвин постепенно приходит в себя. Питание получает только внутривенно, с помощью лекарств устанавливает работу почек, печени и желудка. Истощенную голодом собаку привезли защитница животных Надежде Вишневской несколько дней назад. Привезли в ужасном состоянии, ужасный жуткий запах от него трупный. Мы его отмыли, скупали, привели так немножко в божеский вид. Пес очень худой, голодный. Почти три недели две собаки были заперты в квартире в микрорайоне «Крутые ключи». Одна не выдержала голодной пытки, другая тоже могла погибнуть, если бы не местные жители. Они сами вызвали ли пса из голодного плена. Наняли подъемник, закинули в открытое окно одеяло, и собака по нему пробежала прямо в руки спасителей. Я просто вообще ни о чем не думала, просто хотела спасти Корвина. Соседи забили тревогу за несколько дней до операции спасения, когда почувствовали неприятный запах из квартиры. Вызвали полицию и МЧС. Все заглянули в окно, но взламывать дверь сказали, не имеют права. В квартире не мертвый человек, а всего лишь собаки. Хозяин квартиры все это время дома не появлялся. Участковый, тут МВД, все ему начали звонить о том, что у него собака одна умерла, одна уже на грани. Ничего страшного, не мешает, приеду, уберу, выкину. Его это не напрягло, никак не беспокоило. 25-летний Александр Петухов, владелец квартиры, весной подобрал дворового пса Корвина на улице. Погибшего далматинца ему доверили знакомые, пока сами решали квартирный вопрос. Соседи говорят, с животными он обращался очень хорошо. Большие нервы. В общем, этому человеку мы доверяли. Никак не ожидали, что вот так вот все получится. Узнали сами от третьих лиц. Это для нас очень большая трагедия на самом деле. Потому что это практически, это не животное, это член семьи, это как ребенок. Особенно для Сева, человек, который ее в 4-месячном возрасте приобрел. Сейчас Александр Петухов перестал выходить на связь и удалил свои аккаунты из всех соцсетей. Волонтеры написали обращение на имя генерала-лейтенанта Солодовникова, чтобы на горе хозяина завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас они собирают подписи. А спасенного Корвина планируют забрать хозяева умершего пса. Инспекторы ДПС продолжают охоту на нетрезвых водителей. В этом им помогают активисты общественного движения «Ночной патруль». В очередной раз с их помощью удалось выявить нарушителя, который разъезжал по Самарским улицам, будучи пьяным. Подробности в нашем сюжете. Около пяти утра на улице Аэродромной активисты «Ночного патруля» заметили иномарку, водитель которой вел себя подозрительно. Информация о нём была передана дежурному экипажу ДПС. Уже через несколько минут инспекторы обнаружили автомобиль. Требование остановиться водитель легковушки проигнорировал. Началась погоня. В какой-то момент иномарка остановилась, но уже через несколько секунд водитель продолжил движение, едва не сбив полицейского и чуть было не столкнувшись с патрульным автомобилем. Погоня продолжалась недолго. Автомобиль нарушителя удалось блокировать. При задержании мужчина оказал сопротивление. На вид у задержанного были все признаки опьянения. Вы куда ехали на машине? Куда ехали? Если понятых, спрашиваю вас, вы согласны пройти освидетельство? Нет. Он отказывался, слышали, да? Данный мужчина, управляющий транспортным средством 2004 года, за различные нарушения права дорожного движения он привлекался 19 раз. В основном это были нарушения, связанные с превышением скоростного режима. В настоящий момент, как я уже сказала, в отношении данного водителя составлен административный протокол, и ему грозит санкция, административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение специального права управления сроком до полутора лет. Любое задержание преступника всегда риск для стража порядка. В Самаре при исполнении служебных обязанностей полицейский получил серьезные травмы. После проведения сложнейших операций ему все же удалось выжить. В больнице его навестил начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Обычное задержание предполагаемого преступника чуть не стало последним в жизни полицейского Павла Ломова. 23 июля в промышленном районе Самара автомобиль, в котором находился предполагаемый преступник, дважды переехал полицейского, после чего скрылся. Он двигался на машине с водителем, и его предпочтались перекрыть. Видимо, получилось так, что водитель не нашел лазейку, сумел выскочить из машины. Когда мы подбегали и кричали, что мы сотрудники полиции, стыдно остановитесь, собственно, видимо, преступник решил ретироваться, тем не менее, что ему отчасти на время удалось. Виновного в покушении на жизнь сотрудник органов внутренних дел задержали, а полицейский поступил в больницу Середавина в крайне тяжелом состоянии. Множественные переломы ребер, ушибы головы и конечности, сильный ушиб легких. Врачи провели срочную операцию, собрали буквально по частям и заставили снова дышать. Длительность операции была около двух с половиной часов. То, что пациент называет собиранием по частям, на самом деле это подразумевается новейшей технологией имплантирования специальных реберных пластин, зону переломов ребер, что позволяет создать каркасность грудной стенки и вернуть пациента к спонтанному самостоятельному дыханию. Десятые сутки после операции состояние пациента стабильное. Если все будет идти в таком же режиме, то уже в течение недели мужчину переведут в отделение реабилитации. Своего подчиненного в больнице навестил генерал-лейтенант Сергей Солодовников. Он выполнял свою повседневную работу, которую выполняет, я еще раз говорю, десятки тысяч личного состава главного управления. И за это мы ему будем говорить спасибо, на этом примере мы будем воспитывать все остальные кадры. И мне кажется, сама оценка населения, она будет говорить о том, что на страже сегодня безопасности наших граждан вот такие вот ребята, тех, по сути, оперативных служб, которых не видно в повседневной жизни. Генерал-лейтенант пообещал, Павел Ломов останется работать в ведомстве. Если по состоянию здоровья не сможет служить в уголовном розыске, его переведут в другой отдел. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Почти 100 петейных заведений, так называемых разливаек, находившихся на первых этажах жилых домов в Самарской области, закрыты. 48 из них в областной столице. Об этом в ходе очередного рейда по Кировскому району рассказал начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Предпринимательство без вреда для общества – основная цель политики, законодательной и исполнительной власти в Самарской области. Речь идет о поправках в региональных законах. С 1 августа продавать алкоголь по воскресеньям после 17 часов запрещено, как и торговать и в магазинах площадью менее 50 квадратных метров. Кроме того, разливать спиртное в заведениях так называемого общепита также незаконно. Принципиально важно не просто принять закон, потому что мы принимаем достаточно много законов, и мы в то же время сталкиваемся с проблемой его правоприменительной практики, его эффективной реализации. А вот в данном случае закон принят, и мы видим последовательную системную работу по реализации этого закона. Добиться положительного результата удалось благодаря совместным усилиям законотворцев и полицейских, которые также пытаются сделать все возможное в борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. В первую очередь это касается почти 100 питейных заведений, так называемых разливаек, расположенных на первых этажах жилых домов, которые работали на территории Самарской области. Теперь они закрыты. Это по сути революция в Самарской губернии. И сегодня, первого числа, 97 сотрудников органов внутренних дел, как на пост к вечному огню, постали у этих питейных заведений и закрыли их. Закрыли, и путем убеждения, общения с собственниками, убеждаемых, не позволить никому снова открыть подобные или иные питейные заведения. К убеждениям прислушались не только хозяева помещений, но и предприниматели, которые их снимают. В Самаре уже перепрофилировано пять заведений, которые вместо алкоголя теперь торгуют продуктами питания, бытовой химией, текстилем. Надоели уже эти проблемы, все остальное, то есть и проверки, и все, и мы решили перепрофилироваться спокойно, в нормальных, то есть хороший бизнес. Во время обхода Кировского района Сергей Солодовников еще раз обратил внимание на те места, где раньше незаконно торговали алкоголем, чтобы убедиться, что разливайки, совсем недавно находившиеся на первых этажах жилых домов, закрыты. Также генерал пообщался с жителями. Мы писали с жителями к вам обращение. Я вас благодарю за последовательность и быстроту реакции, потому что мы почти уже на себе какое-то облегчение. Меняется к лучшему. Патрули стали постоянно ходить. Пьянок намного меньше стало, конечно. У тех предпринимателей, кто еще в раздумьях, выбор невелик. Либо сменить профиль, либо свернуть незаконный бизнес в Самарской области. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.